Всем привет! Ну что, я добрался до Турции, я в Анталии. О, и тут, я не знаю, что делать тут с едой, потому что тут везде кебабы, везде шашлыки. И это просто офигенно. Первое впечатление, во-первых, теплее. Теплее. Реально теплее. То есть те же пальмы, море средиземное. Ну, я вот был крайний раз, считайте, в Андалусии это Кадис и Мадрид. Из Мадриды улетал я. Ну, в Мадриде и в Кадисе холодно, холоднее значительно. Здесь прям комфортная, хорошая температура, вот сейчас, по крайней мере. Несмотря на то, что не солнечно. Я думаю, если будет солнечно, будет еще теплее. Второе впечатление, здесь, конечно, цены дешевле, чем в Испании. Реально дешевле, на 30-40%. И это радует, конечно, безусловно. Вот так вот, я пока здесь. Буду снимать потихонечку. Уже выложил ролик про Кадис. Выложил ролик про ночной Мадрид. Ну и, естественно, буду снимать ваши любимые обзоры на ТикТок. Такие дела. Сейчас вот займусь поисками квартир на постоянку. Где-нибудь, что-нибудь, как-нибудь буду рассказывать. Пока сняла парты на 6 дней. И они тоже дешевле. Ну, раза почти в 2 выходит, чем в Андалусии, в Кадисе. Даже, наверное, больше, чем в 2. Вот там вот начинает потихонечку виднеться море. Да, горы такие мощные. Да. Все-таки Андалусия, она такая равнинная там местность. Хотя в Аликанте, в Аликанте есть горы, но они не такие высокие. А здесь, конечно, высокие горы, высокие пики. И они такие какие-то резкие. В Аликанте, в Аликанте местности горы были. Но они были такими, что-то пищит. Такими больше плоскими, что ли. Ну, были. Ой, как неприятно. Звук такой. По ценам апельсины 5 лир, а 100 лир это 330 рублей. Апельсины 5 лир, булочка 3 лиры. Вот тут выпечка, конечно, безбожно вкусная. Испания проигрывает по всем параметрам. Потому что у старины полно. Вообще классно, мне нравится, конечно. Многие в масках, но не все. Кстати, меня спрашивали этот. Хэш-код, вот этот специальный, который оформляется при въезде в Турцию. И сертификат о вакцинации. У меня он есть, европейский. Меня спрашивали его два раза. Тут, короче, очень много бездомных котов. Целые банды. Вон, целые банды кот-кошек. Как пищит, ну ладно. И тут есть бездомные собаки, в отличие от Испании. Где вообще нет ни одной бездомной собаки. Здесь они есть. Вот так вот. Вообще, мне пока все очень нравится. Я вчера немножко выходил в город ночью. В час ночи, в два ночи. Да, в принципе, людей нету. Почти все закрыто. Ну, вроде спокойно. Так нормально. Красивые, конечно, тут места. В городе прям такие обрывчики. Ресторанчики. Вон плавает туристическое. Это судно. Красиво сделано. Молодцы. Лепота. Так, из минусов, все-таки, я заметил, немножко, конечно, чуть больше грязи. Вон там внизу бутылки какие-то лежат чуть-чуть. Пакеты. Есть чуть-чуть, как будто больше грязи все-таки. Эти, этим вообще все пофиг. Нет, этому не пофиг. Эй, я погладь тебя хотел. Ты хочешь стать звездой ютуба? Ай, да? Давай, Ньды. Да не бойся, дрожишь весь. А вон там какая-то разборка идет кошачья, просто. Да, слушай. В общем, кошки нравятся. Ну что? Нет, ну батла нету. В общем, это такой вот парк. Ну много кошек. Много. Нельзя сказать, что прям в Испании идеальная частота, конечно, нет, нет. Это неправда было бы. Там тоже есть и мусор, и собачьи какашки. Ну честно, бычков там нету. Вот это правда. Ну по крайней мере, чтобы так вот было. Такого нету. Тем более тут рядом урна. Ну это вот первое, что заметил в этом таком парке. Вроде как в самом городе-то все нормально. В принципе, по уровню шума разницы я реально не вижу, что в Испании, что здесь. Так что здесь нормально. Пальмы те же. Вот тут вот смотровая площадка такая интересная, вид на старый город, что ли. И горы. Ну есть, что поснимать. Есть где погулять. Это Анталия. Я вообще-то был здесь уже даже дважды. Но я был в Бельбеди. Это вон там вот получается где-то. За горой. В гостиницах. Ну горы мощные, конечно. Реально мощные горы. Высокие. Ну вот. Интересно. И там тоже горы. Вон кошки. Кошки прям орудуют по полной программе. Памятник. Вот так вот. Ладно. Буду еще снимать. Берегите себя и будьте счастливы. Спасибо.